Бархатцы, флоксы, питуньи красуются на клумбе. Малышей в ярко-желтой форме видно издалека. Это удобрята и трудятся они на благо своего детского сада. Тут скоро появится небольшой огород. Там посадят щавель, укроп, морковь, помидоры и огурцы. Ребята вместе с педагогами и родителями уже оформили цветники. Теперь каждый день ухаживают за ними. Мы сегодня спасали цветочки от жаркого солнца и поливали их, и рыхлили землю, чтобы они больше дышали, и чтобы они всегда росли красиво. А вы знаете, зачем нужны удобрения? Это еда для цветов, чтобы они росли. Еще нужно убирать сорняки, чтобы росли цветочки. А то сорняки, они сами по себе растут и не мешают цветочкам. Всего в этом году в эколого-просветительском проекте «Удобряй» участвуют 24 команды из образовательных учреждений города. За лето им предстоит преобразовать общественные пространства, а также территории детских садов и школ. Финансовую поддержку участникам проекта в полном объеме оказывает филиал «Азот» в рамках программы «Уралхим детям». Например, в 92-м детском саду на деньги гранты закупят метеостанцию. Мы планируем организовать уголок метеонаблюдения. То есть мы делаем акцент именно на экспериментальную деятельность, практическую. Дети очень заинтересованы именно на практике, именно практической. Не то что слушать, не то что смотреть, а именно самим принимать участие, самим делать выводы, проводить эксперименты, устанавливать взаимосвязь между разными явлениями. И думаю, что им очень понравится наблюдать и делать выводы. Метеостанция, наверное, ветер, дождь, температурный режим, солнечный, наблюдение за солнцем. А еще малышам из 92-го детского сада предстоит обустроить зеленую аптеку. Ведь они уже знают, что растения нужны не только для красоты. Цветки, ромашки и календулы можно использовать и как лекарственные средства. Такие проекты, они полезны для детей, для того, чтобы их воспитывать. И воспитывать не на словах, а именно в деле. Мы считаем, что это повлияет на них, как на будущих березняковцев, которые бережно относятся к месту, где они живут, где они учатся, будут беречь и свой уголок, и благоустраивать то место, где они живут. И, конечно же, с точки зрения города, это тоже очень полезный проект, потому что благоустраивая один уголок, мы благоустраиваем весь город. В летний период специалисты филиала «Азот» расскажут удобрятам о деятельности компании «Уралхим», ее миссии и слогане «Потому что еда нужна каждому». Участники проекта пополнят свои знания в области экологии, узнают, как правильно ухаживать за растениями, почему важно удобрять почву. Итоги проекта подведут 13 октября во Всемирный день удобрений.